Вместо пластиковой карты палец. В этом офисе к биометрическим технологиям привыкли. По отпечаткам не только пускают на работу, но и следят за сотрудниками. Мы не хотим, чтобы, грубо говоря, кто-то оставил свою карточку секретарю, и секретарь мог зайти с утра, отметиться, как будто работник действительно пришел на работу. Свой палец вы никому не отдадите. Ну, во всяком случае, по доброй воле. Не свободу. Чур, что ли? И пусть палец забыть дома нельзя, это еще не гарантия того, что вы попадете на работу. Каждая коробочка создает теплоснимок пальца. Такой сканер, один стоит 30 тысяч рублей, обмануть сложно. Если отрезать палец, то вы палец только отрежете. Сканер его не пропустит. Он будет считать, что это слепок. Слепок можно нагреть, его можно охладить, но разницу температуры на поверхности этого слепка сделать очень сложно. Наверное, возможно, но я не представляю себе, сколько это будет стоить. По-моему, проще дверь вскрыть. А вот еще одна замена замку. Внутри устройства тоже сканер для пальцев. Вроде бы берешься за ручку, и дверь открывается. Однако в России на такие удобства в биометрии решаются немногие. Да и цена для ручки великовата, около 2000 евро. Обыкновенный замок надежнее, ведь сканер работает от электричества, а его могут и отключить. Дарья Горегрова, Лошутий. Пятница.